Добрый день! Находимся на поле, где у нас посеяна вика-ячменная смесь и вика-овсяная смесь. Предшественник здесь у нас Азим и Рапс. Да, и Рапса был у нас зимующий горох. Срок посева здесь 3 апреля. Конечно, поздно, но по-другому у нас здесь не получалось, потому что невозможно было зайти в поле, просто физически. Выглядит это все вот так. Есть впущение, конечно, на яровом ячмене, но такое оно слабенькое. Поздние сроки посева сказываются, поэтому удивляться особо нечему. Ну, в любом случае, выглядит оно достаточно неплохо, как для нас. Там дальше будем смотреть. Вика пока еще не цветет, что она припозднилась. И очень много тли на ней появилось. И я пока не вижу здесь божьей коровки. Подождем еще 2-3 дня. Если не объявятся помощники, то придется забрызгать. Потому что, ну вот, просто катастрофа. Если вот видно. Зайдем сейчас вовес. Посмотрим, как здесь. Здесь та же самая ситуация с тлей. Просто, просто засилит тлей. Я думаю, что столько божьей коровки не будет, чтобы это все убрать. Овес тоже распустился. Достаточно неплохо. Ну, вон. Как бы, как у него. Метелка, колос, как правильно назвать, не знаю. То есть, позже ячменя вышел где-то на дне 10, наверное. Поэтому, тут еще, конечно, неполное выбрасывание метелки. Или колоса, как правильно это назвать. Поэтому, подождем, когда будет полное. Посмотрим, как будет выглядеть. Что с Викой делать, кто? Что умное, может, подскажет. Первый раз такое вижу. Такая красота. Думаю, через недельку будет еще интереснее. Всем удачи, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких.